Урок черчения в специально оборудованном кабинете. Здесь даже парты такие, чтобы школьникам было удобно выводить ровные линии на бумаге. Восьмиклассник Дмитрий Мухамедшин за полтора месяца оценил все преимущества школы. Очень хорошая обстановка, люди тут хорошие и самое главное, что здесь комфортно для обучения. Новые парты, то есть необычные парты, чтобы удобнее было чертить. Вот, оборудование новое. Просторные кабинеты и коридоры, пять гардеробных, два спортзала, большая столовая и актовый зал под стать театральному, рассчитанный почти на 600 человек. Школа построена по современным стандартам. Учитывались все пожелания руководства, от оснащения классов до цветовой гаммы. В 57-й школе уникальная библиотека, она расположена сразу в двух помещениях на двух этажах. Сейчас мы находимся в медиатеке. Здесь есть компьютерный класс, где дети могут найти любую необходимую для учебы информацию. А эта зона вообще изначально не была заложена в плане. Ее отгородили по просьбе руководства школы, чтобы здесь можно было проводить уроки, используя наглядное пособие. Далее читальный зал, готовый всегда встретить учеников. В школе стараются организовать и досуг учеников. Волейбол, баскетбол, джудо, танцы. Здесь больше десятка кружков и секций. Я, конечно, счастлива, что школа 57 продолжает свою славную традицию в стенах вот этого нового здания замечательного. Очень удобного для детей, очень комфортного. И я думаю, что у школы колоссальные перспективы развития, и все будет замечательно. Сегодня в учебном заведении получают знания 800 человек с 1 по 8 классы. Комитет по образованию городской думы проверяет, как проходят первые месяцы школьной жизни. Эксперты отмечают, оформление и оснащение полностью соответствуют требованиям. 57-я школа включена в перечень высокотехнологичных образовательных учреждений региона. Будет оборудован класс, он будет наполнен робототехникой, то есть конструкторами от разных возрастных групп, от простого до наиболее сложных, дальше станками с ЧПУ, дальше это 3D-принтер, лазерный принтер, чтобы не только стены были новые, но и можно было использовать все, что сегодня работано в образовательном мире. Всего школа может вместить тысячи учеников. Если проводить уроки в две смены, уже через три года здесь могут обучаться около двух тысяч детей. В этом году, кроме 57-й в Волгаре, в городе открылась еще одна школа, седьмая, в крутых ключах. Она также оборудована по последнему слову техники, а вместить может 1300 учеников. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События.